Но этот проект далеко не только стадионы. Весь бюджет проекта 678 миллиардов рублей. 390 миллиардов это деньги федерального бюджета, 92 миллиарда деньги регионов, а еще 196 миллиардов частные инвестиции. Собственно, стадионы это меньшая часть расходов. Деньги пошли на инфраструктуру, аэропорты, введены в строй новые терминалы, а в Ростове-на-Дону с нуля построен новый аэропорт, первый в стране после советских времен. А еще современные дороги, развязки, городское благоустройство. Отремонтировали улицы городов. Фасады домов на главных улицах. В одной только Самаре привели в порядок 300 домов. В Калининграде десяток панельных пятиэтажек, не самых красивых зданий, получили новые фасады. Их отделали барельефами. На балконах кованые решетки, стильные черепичные крыши. Гостиницы. В их строительство в основном институте инвестировали частные деньги. Нам нужно развивать туризм. И внутренний, и иностранцев привлекать. У нас большая страна. И не только Москва и Петербург интересны для туристов. Гостиниц во многих городах пока мало. Да и цены высоковаты. Больше гостиниц выше конкуренция. Ниже цены. Так что деньги, потраченные на чемпионат мира, это не только собственно спортивное шоу. Эти деньги будут работать на всех жителей тех городов, где состоятся игры. Нет, это не сон. Самый настоящий Кубок мира и самый настоящий чемпион мира в составе сборной Бразилии приехали в обычную футбольную школу Чертаново. Кубок вдохновляет всех. Я уверен, дети не забудут этот день. Все здесь организовано просто прекрасно. Уверен, это будут отличные соревнования. Вслед за Жилберто Силой все больше и больше футбольных звезд, бывших и действующих, слетаются в Россию. Вот Лионель Месси спускается по трапу с чемоданом в подмосковном аэропорту Жуковский. А чуть раньше Криштиану Роналду встречали хлебом с солью. Игроки сборной Португалии благодарят Россию за радушный прием. В номерах их детские фотографии. Капитана сборной Испании Серхио Рамоса тепло встретили в Краснодаре, нарисовав портрет размером с девятиэтажный дом. Вдоль дорог тысячи жителей. Прострел инъесты замыкает Иско. Иско! Иско! Еще не начался турнир, а кому-то уже повезло увидеть красную фурию в действии. И даже выйти во время тренировки на поле к игрокам ведущих европейских клубов. Жорди Альбос, Феликуэто, Рамос, Иньеста. Нам нравится, как они играют. Это вообще зажигательные очень. И внешне интересные. А это дебютанты чемпионата мира. Игроки сборной Панамы прилетели в Панамах. Радостное селфи в аэропорту Саранска. Ведь для их фанатов это уже победа. Панама, шу! Панама, шу! В Геленджике новая сага о викингах. Там готовится к играм сборной Исландии, ставшая открытием прошлого чемпионата Европы. Понятно, что футбольные эксперты на чемпионате от сборной России многого не ждут. Но кто знает, может именно это сыграет на руку нашим игрокам. Примеров, когда скромные команды выстреливают в таких турнирах предостаточно. К тому же сборной России будут помогать трибуны. Ведь именно для этого нужны настоящие болельщики. Чтобы верить в Россию! Для того, чтобы вдохновить, вселить в них какой-то дух победы, победителей. Чтобы они выигрывали. Это флаг сборной России. Он был на Олимпиаде. Здесь подписи наших олимпийских чемпионов. Зубков, воевода, фигуристы. Я взял его с собой на удачу. Я надеюсь, он принесет успех нашей сборной. Это всего лишь тренировка, но многотысячный стадион. Ликует, словно сегодня решающая игра. Мальчишки прорываются к кумирам. Иностранные журналисты, у которых сейчас полно работы, и те не в силах противостоять футбольной лихорадке. Парни, давайте погоняем мяч. Французский коллега Матье Перро отлично чеканит мяч. А вот репортер из Японии надеется, что его сборная выступит лучше, чем он, в настоящих международных играх. В России журналисты не в первый раз. Я вижу, как изменилась Москва. Это буквально новый город. Все такое современное, новое. В России очень легко работать. Отличный мобильный интернет, повсюду Wi-Fi. По сравнению с Японией, очень низкие тарифы на интернет. Впрочем, многие западные издания перед чемпионатом мира запугивали болельщиков, рассказывая об угрозах, которые их ждут в России. Британский BBC даже выпустил фильм о безумных российских фанатах. Хотя сами сотрудники телеканала сегодня спокойно гуляют по Москве. Не вижу причин бояться, потому что все здесь дружелюбные и готовы помочь. Так, например, если в метро непонятно, куда нам ехать, люди подходят и предлагают помощь. Никакой враждебности. Правительство Австралии официально рекомендовало своим болельщикам в России не спорить с русскими о политике. А Глены Барбара и Сиднея об этом даже не слышали. Абсолютная фантастика. Все просто прекрасно. Нам нравится город. Люди очень дружелюбные. Мы очень рады. США и Европа выпускают плохую прессу о России, демонизируют ее. Но здесь ощущаешь себя совершенно по-другому. Похожее мы уже видели перед Сочинской Олимпиадой, когда ведущие западные СМИ пытались отыскать даже самые незначительные недостатки. Надуманные угрозы, нелепые мифы, но испортить праздник спорта не получилось. Приехавшие спортсмены и болельщики были в восторге от того, насколько большую работу провела Россия, чтобы сильные игры в Сочи запомнились. Вот и сегодня восхищение у всех, кто уже в России. Ведущий испанский телеканал ТВЕ рассказывает своим зрителям о теплом приеме их сборной в Краснодаре. А на другом испанском канале Куатро детально изучили тренировочную базу команды. Комплекс настолько огромный, что футболистам пришлось сначала ознакомиться с картой, чтобы узнать, где что. Первая остановка – бассейн с климат-контролем. И, судя по жесту у капитана Серпио Рамоса, ему очень понравилось. Тренажерный зал со всеми возможными тренажерами. Тиаго даже не смог удержаться. И сразу опробовал. Условия на базе Краснодара просто фантастические. Вся инфраструктура, буквально все сделано с такой любовью, просто на высочайшем уровне. Нам все очень нравится. И думаю, мы сможем хорошо подготовиться. Все ждут одного, когда новых 12 стадионов начнут принимать игры. Гиганты. В исторических центрах российских городов и на берегах рек похожие на планеты и космические корабли. Увидеть игру, посетить арены и открыть Россию мечтают миллионы людей по всему миру, которые уже на чемоданах. Посетители этого бара в Мадриде хотят узнать о нашей стране что-то еще, кроме самовара, балалайки и Юрия Гагарина, в честь которого и названо заведение. В каждый город поедем. А сколько километров отсюда, досюда? Две тысячи с лишним километров. Ого, как много! Намного больше, чем Испания. Больше, чем даже Китай. А это те, кого болельщики привыкли слышать, но не видеть. Сборная футбольных комментаторов попыталась одолеть таланты из детской футбольной школы. Кирилл Дементьев, который будет с телезрителями Первого канала во время чемпионата мира, защищал ворота до последнего. И все же подрастающие спортсмены были сильнее. Ну, сложно играть против ребят. Ну, ребят в футбол-то умеют играть, в отличие от меня, например. Вот, видел, как закрутил. Впрочем, не обязательно ждать начала чемпионата мира, чтобы получать удовольствие от праздника. В эти дни в России достаточно просто вовремя оказаться на улице, чтобы встретить девятикратного чемпиона мира по футбеку Вашика Клоуду из Чехии. Я же иностранец, я человек, и мне очень приятно встречать других иностранцев, которые собираются именно в России. В какой-то момент мы совершенно случайно обнаружили, что на небольшом пятачке оказались люди из разных стран, говорящих на разных языках, но все они были увлечены игрой. Поэтому и есть смысл мировых турниров объединять. Эту идею обыграли и авторы гимна чемпионата мира в России. Название песни понятно всем. Живи, пополни. Дмитрий Кулько, Дмитрий Попков, Евгений Маруськин и Александр Гусев. Первый канал.